ТОП-5 сухих шампуней для жирных волос и домашние аналоги. Каждая женщина мечтает оставаться красивой и ухоженной в любой ситуации. Но иногда времени остается слишком мало, чтобы быстро привести себя в форму. Сухой шампунь для жирных волос в таких случаях – идеальное решение. Он стал современным прорывом в области косметологии по уходу за волосами. Его действие заключается в придании локонам свежести и устранении жирного блеска. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Что такое в представлении каждого человека шампунь – это жидкая субстанция, которая моет голову. Особенность сухого средства – отсутствие воды для мытья головы. Выпускается косметическое средство в виде порошка или спрея. Оно очищает волосы от корней и до самых кончиков от жирного блеска. Сухой шампунь – прекрасная альтернатива обычному средству для мытья головы в экстренных ситуациях. Например, если проспали на работу или вас неожиданно пригласили на свидание, когда нет времени долго собираться и наводить красоту. В поездках сухое средство также идеальный вариант. Состав и свойства в составе сухих шампуней присутствует абсорбент. Обязательная основа для любого сухого шампуня. Именно этот компонент убирает жир с поверхности волоса. В натуральных косметических препаратах в этой роли выступает тальк, мука, глина, крахмал, сода. Каждый из абсорбентов обладает своими положительными и отрицательными качествами, поэтому в составе сухих препаратов нередко встречаются различные комбинации из нескольких средств. Красители. Обычно сухой шампунь подбирают под цвет волос, чтобы он был менее заметен. Оттеночным компонентом может стать кофе, какао, сухой цикорий, бесцветная хна, сушеный корень и риса, порошок аэроамлы, чай, горчицы, активированный уголь. Добавки. Они помогают волосам восстановиться, иногда оказывают лечебное действие для укрепления их по всей длине. Для этих целей используют сухие экстракты растений, различные аминокислоты, кератин и шелка, силиконовые микросферы. Сухие шампуни быстро и эффективно очищают волосы, сохраняют локоны здоровыми по всей длине. При желании можно выбрать косметическое средство с любым ароматом. Популярные бренды производителей современных косметических средств по уходу за жирными волосами предлагают широкий ассортимент сухих шампуней. Вот наиболее популярные марки, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Апостров закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Арифом в составе этого средства есть комплекс Витадри. К основным ингредиентам относятся глицерин. Способствует увлажнению волос. Ментол. Придает локонам свежий вид. Витамин Е. Выступает в роли антиоксиданта и защищает волосы от отрицательного воздействия окружающей среды. Шампунь марки Арифлейн делает краде более упругими и легкими, что поможет создать красивую и стильную укладку. Ничери Ренфертирир шампунь этой марки обладает нейтральным PH уровнем. Поэтому он идеально подойдет для ежедневного применения. Хотя обладательницам жирного типа шевелюры не стоит мыть голову каждый день, чтобы не усугубить ситуацию. В составе присутствуют следующие компоненты. Эти ингредиенты быстро избавят волосы от жирного блеска, оздоровят кожу головы. Кларин хорошо подойдет для женщин, которые страдают от жирного блеска, но пытаются перейти на более редкое, не ежедневное мытье головы. В составе присутствует экстракт крапивы, кукурузный, рисовый, крахмал. Это средство считается одним из самых дорогих сухих шампуней. Что еще раз подтверждает, что качественный продукт стоит недешево. Съез продукт этой торговой марки можно купить практически в каждом магазине косметики. Приподнимает локоны от корней, добавляем объем. Однако этот сухой шампунь избавляет от жирного блеска на короткий промежуток времени. Батист в этот производитель выпускает исключительно сухие шампуни. На сегодняшний день создано уже более 20 различных видов косметических средств. Кроме придания волосам мгновенной чистоты, они добавляют объем, блеск и приятный запах в каждой ряде. Инструкция по применению перед применением любого сухого шампуня необходимо снять с головы все заколки и резинки. Чтобы средство произвело максимальный эффект, предварительно нужно тщательно расчесать волосы по всей длине. После этого можно наносить средство, начиная от корней. Косметическое средство не должно скапливаться в одном месте или на определенном участке головы, необходимо помассировать пальцами. И аккуратно распределить сухой шампунь. Оставить на несколько минут и тщательно расчесать все волосы, не допуская остатков средства на локонах или одежде. Важная особенность в использовании сухих средств – нельзя наносить большое количество шампуня. Это может вызвать неопрятный вид головы. То есть волосы будут смотреться более грязными, чем были изначально. Средство не наносится на мокрые волосы. В противном случае шампунь начнет собираться в комочки, которые очень сложно вычесать. Использовать средство можно только с утра. При применении вечером после сна голова может начать неприятно зудить. Чем можно заменить народной медицине уже давно известно средство для быстрого приведения волос в порядок. Еще наши прабабушки им пользовались. Только они его не покупали в аптеке, а делали из подручных предметов. Он состоял исключительно из природных компонентов, но удалить его из волос было крайне тяжело. В его составе присутствовали мука, тальк, крахмал, белая глина, экстракт овса, кукуруза, рисунок. На данный момент один из самых недорогих аналогов сухого шампуня – детская присыпка. Наносится она точно так же, как и традиционное средство. Но к вычесыванию нужно подойти внимательнее. Присыпки частицы порошка немного крупнее, а значит и вероятность, что средство на волосах станет заметнее, больше. Аналогичными свойствами обладает тальк для тела и даже обычная пшеничная мука. Изготовить шампунь можно и в домашних условиях. Это значительно сэкономит деньги и позволит подлечить волосы натуральными компонентами. К примеру, можно смешать следующие компоненты – крахмал, сухую горчицу, молотые овсяные хлопья, соли и муку. Использовать полученный препарат необходимо так же, как и покупное и средство. Плюсы и минусы преимущества уменьшает и упрощает процесс мытья головы. Быстро устраняет жирный блеск. Делает волосы заметно свежее и чище. Создает дополнительный объем. Легко применять в любом месте. Подойдет для каждого типа волос. Недостатки. Не становятся полноценной заменой обычного шампуня. Может накапливаться в волосах. Ненадолго хватает. Большой расход. Высокая стоимость. Волосы не блестят, как после использования обычного шампуня. Сухой шампунь – прекрасный вариант быстро освежить жирные волосы перед ответственной встречей или поездкой. Но не стоит использовать его постоянно или ежедневно. Кожа головы и волосы нуждаются в правильном и тщательном уходе. Сухой шампунь для волос Арифлейм. Сухой шампунь – что, зачем и как? Что такое в представлении каждого человека шампунь? Это жидкая субстанция, которая моет голову. Особенность сухого средства – отсутствие воды для мытья головы. Выпускается косметическое средство в виде порошка или спрея. Оно очищает волосы от корней и до самых кончиков от жирного блеска. Сухой шампунь – прекрасная альтернатива обычному средству для мытья головы в экстренных ситуациях. Например, если проспали на работу или вас неожиданно пригласили на свидание, когда нет времени долго собираться и наводить красоту. В поездках сухое средство также идеальный вариант. Состав и свойства в составе сухих шампуней присутствует абсорбент. Обязательная основа для любого сухого шампуня. Именно этот компонент убирает жир с поверхности волоса. В натуральных косметических препаратах в этой роли выступает тальк, мука, глина, крахмал, сода. Каждый из абсорбентов обладает своими положительными и отрицательными качествами, поэтому в составе сухих препаратов нередко встречаются различные комбинации из нескольких средств. Красители. Обычно сухой шампунь подбирают под цвет волос, чтобы он был менее заметен. Оттеночным компонентом может стать кофе, какао, сухой цикорий, бесцветная хна, сушеный корень и риса, порошок аэроамлы, чай, горчицы, активированный уголь. Добавки. Они помогают волосам восстановиться, иногда оказывают лечебное действие для укрепления их по всей длине. Для этих целей используют сухие экстракты растений, различные аминокислоты, кератин и шелка, силиконовые микросферы. Сухие шампуни быстро и эффективно очищают волосы, сохраняют локоны здоровыми по всей длине. При желании можно выбрать косметическое средство с любым ароматом. Популярные бренды-производители современных косметических средств по уходу за жирными волосами предлагают широкий ассортимент сухих шампуней. Вот наиболее популярные марки, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. Инструкция по применению и перед применением любого сухого шампуня необходимо снять с головы все заколки и резинки. Чтобы средство произвело максимальный эффект, предварительно нужно тщательно расчесать волосы по всей длине. После этого можно наносить средство, начиная от корней. Косметическое средство не должно скапливаться в одном месте или на определенном участке головы, необходимо помассировать пальцами. И аккуратно распределить сухой шампунь. Оставить на несколько минут и тщательно расчесать все волосы, не допуская остатков средства на локонах или одежде. Важные особенности в использовании сухих средств нельзя наносить большое количество шампуня. Это может вызвать неопрятный вид головы. То есть волосы будут смотреться более грязными, чем были изначально. Средство не наносится на мокрые волосы. В противном случае шампунь начнет собираться в комочки, которые очень сложно вычесать. Использовать средство можно только с утра. При применении вечером после сна голова может начать неприятно зудеть. Чем можно заменить народной медицине? Уже давно известно средство для быстрого приведения волос в порядок. Еще наши прабабушки им пользовались. Только они его не покупали в аптеке, а делали из подручных предметов. Он состоял исключительно из природных компонентов, но удалить его из волос было крайне тяжело. В его составе присутствовали мука, тальк, крахмал, белая глина, экстракт овса, кукуруза, рисунок. На данный момент один из самых недорогих аналогов сухого шампуня – детская присыпка. Наносится она точно так же, как и традиционное средство. Но к вычесыванию нужно подойти внимательнее. Присыпки частицы порошка немного крупнее, а значит и вероятность, что средство на волосах станет заметнее, больше. Аналогичными свойствами обладает тарк для тела и даже обычная пшеничная мука. Изготовить шампунь можно и в домашних условиях. Это значительно сэкономит деньги и позволит подлечить волосы натуральными компонентами. К примеру, можно смешать следующие компоненты – крахмал, сухую горчицу, молотые овсяные хлопья, соли и муку. Использовать полученный препарат необходимо так же, как и покупное и средство. Плюсы и минусы преимущества уменьшает и упрощает процесс мытья головы. Быстро устраняет жирный блеск. Делает волосы заметно свежее и чище. Создает дополнительный объем. Легко применять в любом месте. Подойдет для каждого типа волос. Недостатки – не становятся полноценной заменой обычного шампуня. Может накапливаться в волосах. Ненадолго хватает. Большой расход. Высокая стоимость. Волосы не блестят, как после использования обычного шампуня. Сухой шампунь – прекрасный вариант быстро освежить жирные волосы перед ответственной встречей или поездкой. Но не стоит использовать его постоянно или ежедневно. Кожа головы и волосы нуждаются в правильном и тщательном уходе. Полезный видеосухой шампунь для волос Арифлейм. Сухой шампунь – что, зачем и как. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...